Жмякай в колокол, чтобы не пропустить новые выпуски! Всем привет, с вами Серёга, и сегодня мы приготовим вкусненькую шаверму. Если нравится такой формат с готовкой, а также хочешь посмотреть влоги из моей жизни, то подписывайся на мой лайв канал Серёга Булгака, все подобные видео будут теперь выходить там, а ссылочка в описании. Сегодня мы готовим шаверму или шаурму, как правильно, пишите в комментариях. Я приготовлю по такому рецепту, которому я готовлю. Естественно, он не аутентичный, не оригинальный, просто я так делаю и мне так нравится. Как, в принципе, большинство рецептов. То есть, делай так, как тебе нравится и вообще пофиг. Так, что же нам для этого потребуется? Куриная грудка, лаваш тонкий, Так, листья салата. Многие используют капусту, либо пекинскую капусту, но я предпочитаю листья салата. Также помидорки, огурец, морковка по-корейски. Что касается соуса майонез, горчица, чесночок, сметана. Ну, в принципе, точно такой же соус, как мы делали на сэндвиче. Да и, в принципе, по сути, всё. Так, самое первое, что нам надо сделать? Самое первое, сделаем соус. Потому что соусу надо постоять, настояться. Поэтому первым делом сделаем соус. Смешиваем сметану и майонез в пропорции. Две части майонеза, одна часть сметаны. Добавляем пару зубчиков чеснока и чуть-чуть горчички. Соуса я этого всегда делаю побольше, потому что даже если он там останется, его можно и с картошечкой потом поесть, либо добавить ещё куда-нибудь. Ну, такой универсальный довольно. Так, сметанка. Сметанка, затестим. Да, сметанка норм. Ну, вот столько вот сметанки. Ну, так вот где-то. Так, чесночок натираем два зубчика. Можно также ещё добавить чуть-чуть свежемолотого. И добавляем чуть-чуть горчичи. Где-то вот так вот. Горчичи просто для аромата, чтобы она не сильно перебивала наш нежный соус. Так, соус этот замешиваем и оставляем его в холодильнике примерно на час. Так, что у нас касается куриной грудки. Разрезаем её вот так вот пополам. Потом ещё раз пополам. Только теперь вот таким вот образом. И нарезаем это всё тоненькими слайсами. Добавляем чуть-чуть соевого соуса. Немного свежемолотого. Всё это перемешиваем. И пускай она у нас настаивается приблизительно минут 20. Потом мы это всё обжарим на быстром огне. И, в принципе, курочка наша будет уже готова. Так, сковородочка. Сковородочка у нас накалилась. Добавляем маслице. И обжариваем здесь всю нашу курочку. Так, что у нас касается овощей. Огурчик нарежем соломкой. Ну, я думаю, столько нам будет как раз-таки достаточно. Так, и также мы используем одну половинку помидора. Жопой отрезаем. Да, блин, нож, конечно, надо уже поднаточить. А то что-то он стал вообще не очень резать. Так, ну, в принципе, этих овощей нам достаточно для одной шавермы. Слишком много я не кладу. Делаю такую не особо большую штуку. Так, ну и что касается листьев салата, их также немного нарежем. Так, ну и теперь ждем, пока у нас дожарится курочка. И будем уже собирать нашу шавуху. Оставшийся салат нам, конечно, необходимо убрать в холодильник. Но, блин, салат очень быстро портится, поэтому мы его промываем, ложим в контейнер и заливаем их холодной водичкой. Так он может храниться, ну, неделю точно. Я оставлял примерно на неделю и ничего с ним не происходит. Главное, периодически менять воду хотя бы раз в два дня. И он будет оставаться такой же свежий. Так, курочка у нас готова. Перекладываем ее. И сразу на огнище ставим нашу гриль-сковородку. Сюда также немного маслица. Блин, вот чего я больше всего не люблю в лаваше, это то, когда он слепается и начинает потом рваться весь. Надо как-нибудь очень аккуратно это все распаковать. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Ну, давай же, давай, давай, давай. Во, отлично. Так, этикетка нам не нужна. Так, собственно, лаваш. Добавляем сюда наши листья салата. Можно его еще вот так вот немного порвать. Сверху укладываем нашу курочку. Да, курочки, конечно, надо будет больше. Одной половинки грудки, конечно, хватит на две шавермы, но тогда она будет не очень мясная. Ну, так вот прям не жалеем. Чем больше соус, тем круче. Вот так вот, соусом. Так, дальше помидорчики. Огурчиков. И чуть-чуть морковки по-корейски. Дальше все это аккуратненько заворачиваем. Отодвигаем все от краев и аккуратненько это все заворачиваем. Чуть-чуть подтягиваем, поправляем края, загибаем, делаем это все немного под углом, чтобы когда у нас она заворачивалась, то лаваш расправился. Вот так вот примерно. Раз. Да, не всегда это хорошо получается, но как есть. Вот так вот это сильно скручиваем. Да, как видите, лаваш у нас расправляется, расходится. Вот такая штука у нас получилась. Да, к сожалению, она у нас полностью не поместится на сковородку, поэтому я ее сразу разрезаю на две части. Не знаю, мне так удобнее и есть, и жарить ее, поэтому я делаю вот так. Ну. Тут у нас ложка в соусе, как раз таки вот это вот все мы утрамбовываем туда, чтобы когда мы положили на сковородку, у нас не вывалилось ничего. Заодно промазываем все это соусом и то же самое делаем со второй частью. Так, сейчас у нас сковородка немного поднакалится и будем это все обжаривать. Так, что тут у нас? О, отлично. Как видите, получается довольно неплохая корочка. Да, когда ложь тишавер, мы всегда кладите швом вниз, чтобы она у нас склеилась и не раскрылась, когда мы ее будем переворачивать и, собственно, есть. Так же обжарим с другой стороны и немного подпечем снизу, чтобы она у нас не открывалась. Так, ну, я думаю, в принципе, уже можно выключать сковородку. Пускай она здесь еще немного полежит, прогреется. И можно уже это все перекладывать на тарелку и пробовать. Ох, ну и настало время это все попробовать. Ну, как видим, корочка у нас запеклась. Начинка, ну, начинка-то, естественно, сама вся готовая. У нас получилось две вот такие вот штучки. Ну, отведаем. Это просто очень вкусная, горячая и свежая шаверма по довольно простому рецепту. Я по такому рецепту уже довольно давно делаю и, в принципе, мне весьма нравится. Ну, если вам понравилось видео, то подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А с вами был Серега. Всем пока. Приятного вам аппетита.